Масло кокоса, масло авокадо, пивко, жжоба, господи, как они это все делают, алоэ вера, органический мед, как все это можно совместить, чтобы это работало, иначе магия. Огромный привет, меня зовут Аня, спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я наконец-то записываю это видео, его я записать хотела уже очень давно, но я обещала себе, что я должна проверить все от и до, и только тогда рассказать вам свое мнение. Сегодня у нас речь пойдет о моем таком долгосрочном тестировании органического шампуня в виде брусочка мыла. Все, кто подписан у меня на инстаграм, все, наверное, уже догадались, о чем идет речь. Это идет речь вот о таких вот шампунях. Это у нас фирма Чегрин Валей. Наверное, это звучит так. Вот, ну в общем, не суть, короче, будем называть это Чегрин Валей. Может быть, как-то они называют себя по-другому, но я же, как обычно, Аня, поэтому иначе быть не может. Как вам интересно мое мнение. Поехали, сейчас все будет. Прошло без малого, ну в общем, короче, прошло почти 4 месяца, как я пользуюсь этими шампунями. И я, наконец-таки, хочу вам полное ревью дать на эти шампуни. И думаю, в принципе, уже многие, кто подписан на меня на инстаграм, знают мое мнение о них. И, в принципе, уже для себя многое поняли. Но я хочу всю эту историю обобщить. Собственно говоря, вот так вот сейчас выглядят мои волосы. Я там сделаю еще вставочку поближе. Минутка полезности, пока вы смотрите на состояние моих волос. Именно содиум гидроксид, который идет в составе мыла, дает реакцию с базовыми маслами. И, соответственно, получается новое химическое соединение. То есть омыленное масло какого-либо мыльца. И именно омыленные масла пенятся. И в правильных пропорциях дают хорошую пену. И, кстати, шампуни созревают около двух месяцев. И многие экземпляры со временем становятся только лучше и нежнее. Такие продукты, которые приготовлены холодным способом, способом замеса базовых масел со щелочью. И дают нам хорошее и бережное очищение от жира и грязи. В данный момент я не стригла свои волосы уже почти 9 месяцев. Да, уже 9 месяц пошел. Вот. Мой волос сам по себе натуральный. И просто я побаловалась и покрасила себе концы вот такой вот чернильной красочкой. Собственно говоря, 9 месяцев волосы не стрижены. Ну, как бы сами можете видеть, какое у них состояние. Не так давно я сделала кератиновое выпрямление. Но, когда пришла непосредственно к девочке, у которой делала кератин, она мне сказала, мать, нифига себе, говорит, у тебя волосы в таком хорошем состоянии. Типа, ты зачем вообще пришла кератин делать? Я говорю, ну, как бы я вообще уверена была, что у меня с волосами полный жепец. А оказалось, что у меня на самом деле качество волос очень хорошее. Посещенных волос практически нет. И в общем и целом я так подозреваю, что это все от моего малыша. Собственно, по порядку. Изначально я взяла себе шампунь с медом, пивом и яйцом. Была уверена, что вот это то, что нужно мне. Прям вот в ашпе, в ашпе. Думала, что будет все как надо. Хотела гладкие, красивые волосы, блестящие, здоровые. Но немножко не учла того, что у меня начал пропадать от этого шампуня объем. Как оказалось, потом, чуть позже, мы разобрались в том, что да, действительно, здесь идет для такого жирноватого корня шампунь и для сухих концов. То есть я все хотела восстановить свои сухие кончики. Какое-то время я начала понимать, что у меня, к сожалению, начинает пропадать объем. Я, на самом деле, объем у себя на волосах очень сильно люблю. И люблю, когда у меня прям шапка на башке стоит. После кератина, конечно, не так. Ну, что поделать. Вот. И я отдала его своему Жене. Начал Жене пользоваться. И на Жениной голове у нас такие просто отличные изменения. У нас пропала перхоть. И он стал мыть голову примерно чуть ли не раз в неделю. Он там раз в пять дней стабильно. То есть так ему нужно было уже примерно по-хорошему глядя на него. Можно было мыть голову через день. Но сейчас просто практически чистая голова. Все замечательно. Все круто. Единственное, что вымывать нужно два раза. То есть первый раз наносите, промываете. Второй раз. Тогда гораздо лучше вымываются волосы. В случае, по крайней мере, в случае меняя его. Я перешла на шампунь мыльный орех. И тут действительно прям шау-фау-вау. Крутой объем. То, что мне нужно. Волосы. Блестящие волосы. Объемные. Идеально. Вот просто для тех людей, у кого тоже жирный корень. Сухие кончики. И в принципе, кто хочет только познакомиться с такими шампунями. На основе мыльного ореха. Круто брать. Потому что они просто работают на всех. Просто офигенно. До использования этого шампуня я пользовалась органикой. Но органикой жидкой. И каких-то не самых... Ну, не самые дорогие бренды у меня были в использовании. И в принципе, я достаточно быстро и спокойно перешла на эти шампуни. Но если вы пользовались до этого шампунями с силиконами, парабенными и так далее. Для вас может этот переход оказаться чуть более долгим, чуть более сложным. Что я имею ввиду? Здесь нужно для себя отметить тот факт, что вы от силиконов привыкли к тому, что у вас волосы вымываются прямо до скрипа. Здесь такого первое время не будет. И вам, возможно, будет казаться, что волос не промыт до конца. И это на самом деле не так. Просто эта психологическая перестройка головы начинается. И вам кажется, что что-то тут не так. Вот как бы у меня, если сейчас посмотреть у меня, голова моя не мыта уже третий день. Ну, в принципе, я считаю, что для третьего дня без каких-либо сухих шампуней это вообще космос какой-то. Вот. Это я, как обычно, все в кучу отступления сплошные. Вот. Поэтому вы, если вы созрели до того, чтобы перейти на органику, на хорошую органику с хорошими составами, вы должны быть готовы к тому, что вам нужно будет споласкивать после мытья головы свои волосы подкисленной водой. Уксус, лимонная кислота, что-нибудь такое обязательно, чтобы водичка была подкисленной. И смотрите, если вы чувствуете, что не помогает, нужно добавлять дозировку кислоты. Особенно, если у вас очень жирный корень, очень жирные волосы, этот процесс может затянуться даже на месяц. Ну, то есть, предупреждаю сразу, это есть такой момент, и обязательно это нужно иметь в виду. Поэтому добавляем дозировку. Уксус у нас, как оказалось, фиговый и разбавленный в Беларуси. Поэтому нужно иметь в виду и вплоть там чуть ли не до стакана уксуса добавлять, разбавлять его и им промывать волосы. Просто для того, чтобы у вас волос быстрее адаптировался и кожа головы быстрее перестроилась на правильный здоровый уход. Что мы получаем на выходе? Мы получаем здоровые волосы, которые действительно за 4 месяца использования у меня мои вот эти вот, как это сказать, кончики, которые секутся, они такое ощущение, что спаялись. Никогда в жизни не думала, что от шампуня, просто от шампуня, у которого функция мыть, я получу какой-то уход. Я сейчас не использую никакие маски для волос, крайне редко я использую какие-то спреи и бальзамы. Но вот сейчас, когда сделаю кератин, я иногда просто бальзамом для волос после мытья прохожусь по длине, потому что в таком случае они у меня получаются более гладкими. А если я не использую бальзам, соответственно, у меня просто нереальная шапка объема, и они прямые, но дико объемные, такие прям, ну, негладкие, в общем. Я не делала кератин, я использовала только шампунь, мне этого было вот так вот, и там, может быть, раз в 2 недели я для своей галочки, для успокоения мазала кончики бальзамом. Все, кто видел мои волосы, говорили, что волосы у меня в крутом, в хорошем состоянии. Ну, я как обычно, типа, ну, что-то как-то вот вроде не так, но со стороны люди реально говорили, что, блин, клево, реально волосы выглядят хорошо. И, в принципе, я их не жалею, я их выпрямляю, я их накручиваю, я их завязываю вечно в пучки, в резинки, они у меня бедненькие всегда переживают нормально всякого говнеца. Я использую лак, использовала, сейчас как раз-таки, это еще один плюс, укладочных средств тратится гораздо меньше. Я лаком пользуюсь только, чтобы вот этот baby hair, если нужно прилепить, либо если я уже ношу хвост, и там какую-то более гладкую прическу, либо я, наоборот, хочу какую-то такую текстурную прическу сделать, соответственно, я пользуюсь лаком. Так, вот сегодня, вчера и позавчера, вот эти все три дня я хожу просто с прямыми волосами, без лаков, без каких-либо стайлингов и т.д. То есть, круто! По поводу того, почему я еще перешла с этого шампуня на вот этот, сразу говорю, в этом шампуне в составе есть эфирные масла, и та краска, которой пользовалась я, это антоцианин, господи, я выговорила это слово, соответственно, он именно эфирными маселками вымывается гораздо быстрее. И когда я перешла на мыльный орех, не прищайте внимания, что он у меня здесь новый в упаковке, я просто, чтобы красивенько было, его держу. Вот. С учетом того, что он у меня без эфирных масел, вот эти кончики у меня, как покрасила, так они, в принципе, достаточно хорошо держат цвет, и для первого раза без осветления, без ничего, у меня реально как-то даже цвет задержался очень и очень надолго. В плюс этим же шампунем для тех девочек, которые красятся обычными красками, это то, что не вымывается цвет так быстро, и он гораздо лучше держится у вас на волосах, то есть, галочка, реже нужно будет краситься. Крутой объем, ухоженный волос работает над вашими проблемами, то есть, сухой корень, пористый волос, сухие волосы, я не знаю, нужна больше, больше нужно блеска, больше гладкости, или наоборот, вам нужно больше объема. Подобрав для себя определенный набор вот этих масел, которые, ну, то есть, ну, грубо говоря, этот кусок, это кусок таких вот прям правильных масел в правильных дозировках, подобрав себе определенный вид шампуня, вы можете одним вот этим бруском попытаться, и, возможно, даже у вас это получится, ну, по примеру многих людей, решить ряд своих проблем, связанных с волосами. В то время мне не очень нравился сам принцип мытья головы этим бруском, потому что я не понимала, ты берешь в руки кусок мыла, ты моешь голову, ну, то есть, как, ты намачиваешь голову очень сильно водой, и начинаешь просто по корням тереть вот этим бруском. Я первое время думала, что я сошла с ума. Когда ты видишь на голове вот эту вот огромную пену, это просто какой-то космос. Ты, получается, намылив корни, забиваешь огромную пену этой пены, ты в итоге промываешь себе все волосы, можешь помыть еще себя, котика и полы рядом. То есть, это реально очень хорошая пена дается. То есть, не во всех шампунях, а тем более органических, вы можете такого добиться. Потому что у меня до этого были просто органические шампуни, жидкие, которые, чтобы намылилось что-то, нужно было пол бутылки на себя вылить. Ну, как бы, для меня это показать. Правилом хранения обязательно храним в отдельной мыльнице, желательно в хорошо проветриваемом помещении. То есть, если есть возможность из ванной комнаты куда-то выносить, выносите. Либо, если есть возможность просто где-то его припрятать, где оно будет просыхать, дайте ему такую возможность. Ну, просто таким образом оно не будет закисляться, и у вас будет меньше расход. Потому что так оно не просыхает, оно начинает размокать, оно по этой мыльнице по всей размазывается. То есть, вы теряете какую-то часть продукта. Я думаю, это нам не нужно. Вот здесь у нас с вами вот этот кусок. Это использован 4 месяца примерно. Причем я периодически влаживаю этот кусок мыла, потому что меня иногда ошибает. Типа такое, я своим не очень хочу пользоваться, я возьму Женина. Вот, как бы, первый месяц я пользовалась вместе с Женей им. Потом им пользовался только Женей, и я периодически к нему подключалась. За 4 месяца смылилось где-то 2 трети. То есть, вот этого еще куска хватит на полтора месяца примерно. Соответственно, купить один шампунь и пользоваться им 5,5 месяцев. Вместе с мужем. По-моему, это космос. Сейчас небольшой будет сюрприз в виде парочки мнений от моих подруг. По идее, мнений должно быть 5 или более, но, к сожалению, как обычно, что-то пошло не так. Соответственно, прошу любить и жаловать Кате и Наташу. Сейчас они вам скажут свои впечатления о использовании шампуня, чтобы вы, возможно, поверили чуть больше всем моим словам. Вот, поэтому приятного просмотра. Пяти сотый раз, я не знаю, мне это приходило где. Про шампуни, натуральные стихии. Хочу рассказать вот про этот вот. У меня йорридические травы. Почему именно этот шампунь? Потому что здесь в составе идет самое, наверное, ну, на мой взгляд, максимальное количество натуральных масел, которые я люблю. Ну, в принципе, пользуюсь ими, ну, я их не знаю, поэтому он. Плюс запах, я просто обожаю этот запах, потому что я люблю запахи благовония, травок. И поэтому вот это вот именно он, это вот чисто вот это для меня просто. Почему именно этот натуральный шампунь? Потому что я за минимализацию химии в продуктах, я люблю все натуральное, поэтому, опять же, у он здесь нет ничего вообще. То есть там даже, я не знаю, ни связки никакой, я не знаю, как это делается. Но там просто одни масла, там, ну, не платить даже ни глицеринов, ни медов, вообще ничего нет. То есть, даже связующие, ничего такого. Плюс, в чем еще плюс? В том, что волосы объемные становятся, ну, действительно, сразу, когда помоешь, то есть там сразу такая шапка волос, и это настолько круто для меня, если честно. Это вообще прям, вот, как бальзам на душу. Плюс, волосы плотнее становятся. Они, правда, стали немножко плотнее, более жилее, более блестящие, кстати, чего нет. После обычных шампуней, там, бальзамов и масок, которыми я сейчас перестала пользоваться, то есть я пользую только вот именно вот этим мылом и больше ничем. Бальзам я для меня наношу, маски я не делаю. И, в принципе, к луне достаточно себе довольна. Хорошо мылится, то есть он как обычное мыло, там никаких определенных манипуляций, с бубном танцевать мне тоже не надо, поэтому просто мылите, просто намыливайте его и смывайте, все. И больше ничего не надо. Единственный недостаток, хотя я даже не уверена, что это недостаток именно такого продукта, когда именно намоете голову и сразу, когда вот они мокрые, они такие, как будто бы вот вы помыли их мылом, то есть они такие плотные, жесткие, и кажется, что они спутанные все, и вообще, то есть у меня была паника, я думаю, боже, я их вообще не расчешу никогда. Но это не так, когда они высыхают, то есть все вообще супер замечательно, они расчесываются, они плотные, они ложатся так, как вам нужно. Я никогда, я не пользуюсь там плойками, какими-то дополнительными средствами, то есть просто помыла и все, и хорошо. Вот, поэтому вот это вот ощущение, оно есть, и оно, в принципе, пока не проходит, но меня это уже не напрягает. Ну, как бы изначально это непривычно было, где-то с неделой, наверное, к нему привыкала, потом уже все отлично. Ну, и плюс снимала дреды, пока с ними ходила, пользовалась им, ну, вот как раз-таки неделю, но не особо что-то поняла, потому что, ну, потому что там дреды, там, в принципе, это волос даже не потрогаешь свой, но когда я сняла, то есть мне мастер сказал, что на удивление у меня джей, не посеклись кончики, то есть мало того, что они сами там не испортились, не вылезли горой просто, ну, они были в отличном состоянии, в принципе, эффект мне очень нравится сейчас. Купила его в январе, вот такой кусочек у меня остался, плюс четверть, где, наверное, я отдала подруге, просто поделилась, поэтому вот такой у него расход, я не знаю, сколько я буду вообще пользоваться, я уже хочу другой купить такой, но пока не могу, вот. И я что еще хотела сказать именно про него, а, мою голову я раз в неделю сейчас, ну, у меня была, в принципе, цель, то есть я хотела минимализировать любые воздействия на них, то есть я хочу, чтобы они были, какие вот они есть, поэтому раз в неделю, и где-то на пятый день только появляется такое ощущение, как будто вот они уже грязные, но я заплетаю колоски, и мне вообще отлично. Если там кому-то не нравится, то есть может ценить чаще, но в принципе неделя проходить с нормальной головой, адекватными, с жирными софтуктами, вполне себе реально. Всем привет, меня зовут Наташа, я бы хотела сейчас рассказать, поделиться своими впечатлениями о вот таком вот продукте, как выкидываете этот шампунь. Вы сами видите, как он называется. Что сказать об этом шампуне? Ну, во-первых, уже самое необычное то, когда я его открыла, то есть это действительно брусок мыла, и ты так и мылишься, и в общем такие необычные впечатления, потому что привык к жидкому шампуню, но это ничуть не ухудшает качество мытья волос. То есть, ну это, конечно, необычные черты этого шампуня. Очень много пены дает за счет вот этой пены как раз. Кажется, что ты буквально только прикоснулся к волосам, и вот уже у тебя вся голова как одувальчик. Я была довольна. После самого мытья волос такое вот ощущение какой-то вот такой легкости. Ну, не знаю, вот нет такой тяжелый ствол. У меня сам волос не тяжелый, он очень длинный. Тут, конечно, нельзя сказать по гульке, но он длинный. И постоянно вот какое-то такое вот ощущение, как будто вот что-то такое вот вроде бы чистое, ну, как-то вот так вот, не знаю, неудобно, что ли. Здесь вот это ощущение легкости, и в то же время нет вот этой пушистости какой-то. Приподнимает у корней сразу. Вот. То есть, сразу помыл, и они, как только сушатся, сразу же чувствуются и видно, как приподнимается у корней. Вымывать. Вот это я поняла, что надо, потому что сам шампунь, он отличается от жидких вот этих шампуней, которыми вы пользуетесь, неважно там какими фирмами. То есть, они так легко смываются. Он тоже, в принципе, я не хочу сказать, что там что-то там слипается, или что-то там другое. Просто надо чуть более тщательно промыть волосы. И вот, когда покупала, мне советовали, и вот написано в самой инструкции, что при первых применениях, там в течение одной-двух недель, желательно там лимонной кислотой, допустим, или лимонной водичкой, просто промывать волосы, чтобы не было вот этого ощущения какой-то вот немытости, скажем так. Сразу скажу, у меня такого ощущения не возникло при пользовании первый раз, вот у мужа тоже. Ну, все-таки я решила попробовать, и это кайф. То есть, мало того, что и так я получила огромное удовольствие от самого митья, но и после вот того, как я оболоснула все это водичкой, я просто лимонным соком туда добавляла, размешивала с водой. И действительно, и блеск волосы приобрели после этого такой вот интересный. И вся вот эта красота волосы, то есть все это, ну, только в кайф, и в плюс вам и вашим волосам. Ну, я думаю, что это я немного неэкономная такая, что чуть-чуть, в общем, у меня как-то так быстро закончился, но, не знаю, у меня и муж длинноволосы, поэтому, тут семья длинноволосов, поэтому, возможно, как бы так мы-то неэкономно все это истратили. Но, хочу посоветовать, шампунь определенно стоит того. Единственное, что, конечно, стоит подобрать под свой тип волос. То есть, например, мне вот этот цитрусовый, он пошел сразу же, то есть конкретно подбиралось это под меня. Моему мужу он не сразу пошел, но вот мы попробовали другой шампунь с крапивой, и вот тот шампунь был лучше. Что еще интересно, что волосы не раздражаются, то есть иногда, возможно, было, у меня перхоти нет, но такое было ощущение, что, допустим, там что-то вот казалось, там что-то вот, какое-то такое вот ощущение. После использования шампуня вот такого ощущения не было. Вот после использования вот этого шампуня. Но все познательно в практике, поэтому попробуйте сами, что вам понравится, что вам не понравится. В общем, это только мое мнение. Давайте с вами быстренько подведем итоги. Покупая один такой брусочек мыла-шампуня, вы получаете для себя правильный и здоровый уход за своими волосами, вы получаете здоровые волосы на выходе, вы получаете минимальный расход. Покупаете носку волос, соответственно, там мыли раз в два дня, будете мыть раз в три-четыре дня и так далее. Получаете экономию средств по уходу за волосами, по стайлингу и так далее. Ну, не знаю, по-моему, вы получаете массу преимуществ. Главное, конечно, это вот этот момент привычки, перебороть себя, потерпеть. И, ну, тут, конечно, решает каждый сам для себя. Да, есть какие-то случаи, что, ну, прям критично кому-то что-то не подходит, но в случае моих друзей, знакомых, в принципе, с большего подошло всем. И тем клиентам, которые покупали у меня, была только одна девушка, у которой какие-то были вопросы, но она, скорее всего, ну, не добавляла дозировку уксуса, и, соответственно, может быть, поэтому просто волос ее еще не адаптировалось. То есть, каждый выбирает для себя сам. Для себя уже решила, что пока есть возможность, я буду пользоваться этими шампунями, потому что, в принципе, я в каких-то случаях экономлю время, деньги и все, что с этим связано, я получаю на выходе волосы, которые говорят, что они выглядят хорошо. Я за 9 месяцев не стригла волосы, и, в принципе, даже не знаю, пойду ли я их сейчас стричь, но, скорее всего, через какое-то время все-таки пойду. Вот. Но все равно. Я получаю хороший объем, я получаю хорошее настроение, и, в принципе, я довольна. Вот. Для себя я сделала выбор. Сильно надеюсь, что это видео вам как-то помогло, понравилось, было полезным. Пишите свои вопросы внизу, в комментариях, где приобрести все будет в инфобоксе. Если что, приходите лично ко мне, я вам все покажу, расскажу. Вот. Ставьте свои лайки, обязательно. Подписывайтесь на мой канал еще раз обязательно. Спасибо вам большое за просмотр. И я вас всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. Увидимся в новых видео.